Смотрите, я под запись, если вы посмотрите на канал День Славы, я буду много исправительно шутить, но не нужно думать, что я издеваюсь от людей, которые переживали, я уважаю их вещи, я буду так же исковерно с людьми психологами, надеюсь, кто-то должен считать, что я их каким-то образом презираю. Смотрите, значит, я на последние два года был на четырех семинарах по психологии, два из них проходили на пленкомере с разницами в день, вот, очень модная тема, я решу, что ситуация тренд, как бы, сожеватель здесь, если что-нибудь, значит, идем, вот, кстати, все эти семинары проходили в нормальное время, поэтому там было много врода, все слушали, Они еще происходили, но не исключили в нормальное время. Да, более того, как говорили, там, любые спутатели в образовании, и как говорили, и спутатели в образовании, прям, в общем, будет интересно послушать. И возникает ощущение, что в игре страшная такая травма, опасная область, и мы получаем много моря всех от травм на играх, и поэтому это очень важная тема. Вот, это не правда. Значит, по двум причинам. Первая причина, как бы, она социальная, заключается в том, что тот факт, что проживые вредства начали волновать себя от травмами. Ну, как бы, причины, у нас начали волновать, чем, там, видимо, мы их зажгались, и теперь будем на душе. Вот, и мы начинаем сейчас говорить. Это, естественно, такой специальный процесс, когда кого-то начинает волновать, какая-то проблема, например, группы смерти ВКонтакте, да, когда мы начинаем говорить, у людей возникают люди, которые раньше так мнения и отношения, возникают ощущения, что это очень много внезапно словно. На самом деле, нет, это стало сильнейшим. Просто, как бы, на это обращается больше внимания, и всего этого еще меньше становится. Да? Может быть, причина, что Ролево сообщество сделал какую-то эмпатию, что раньше все такие жертвы были черствые и чувствительные, а сейчас вот что-то не так с человеком, нет? Я не знаю, мне интересно, почему это происходит. То есть, мне интересно, но мне, как бы, не будет техники здесь, чем сейчас. Стоп, стоп, мне интересно, почему происходит что? Почему мы стали больше говорить о тебе там? Да. Ну, и как мне, ближайше, сейчас это не будет интересно, а потом смогу об этом поговорить. Ну, а второе, почему нет? Потому что Господь дал людям, чтобы они на них испытывали сильные переживания, но и они такие сильные на призме, и поэтому травмировались меньше. То есть, если я бросила девушку на ролевой игре, скорее всего, у меня получится просто полезный опыт жизни. Вот. А если меня бросила девушка в призме, в последнее время у нас очень вероятно, что у меня очень травмировали. Поэтому вся травма здорового человека на ролевой игре должна выглядеть так. Вот получил вся травма, он сказал, спасибо тебе, Господи, что на ролевой игре. И посол полечился немножко. Чехол бы мне денег заплатил. Но в любом случае я считаю, что он должен очень радоваться, что с ним это не произошло в реальной близне. Потому что там деграды очень происходят. Поэтому с травмированием в игре это нехорошо. Но, вообще, эта традиция никуда нельзя. Потому что, как мы тут вчера выяснили, в сигнале про смыслообразующие игры, все родители честно сказали, мы действовали игру за впечатлениями. Некоторые, как бы оказались, некоторые сказали, а из этих впечатлений потом я получаю что-то еще. Знания, опыт, почему-нибудь мудрость жизненную. Но, как бы, по базовому у всех аркнул выйти из этих впечатлений. Поэтому если вдруг будем ограничивать себя в том, чтобы не давать игрокам впечатлений, но, как бы, ворочалась, потому что это импотенция какая-то, значит, и надо было эффектно. То есть, ну, как бы, чем лучше будут становиться наши игры в игре, тем больше ярких членов таких будет получать, тем, скорее всего, они будут, как бы, не ходить к этой позиции. Ну, это ничего страшного. Ну, исключения, естественно, есть. Они такие, что, как бы, мастер может решить, что вот тут игроку-то уже поглубже почувствовать такую боль, а для этого ему нужно слегка подломать его физическую защиту. Вот, это негодная техника и не делать никак. Ну, и вообще-то, да, у нас в новом кодовисе есть четкое описание того, что является преступлением, когда человек живет в полном полном результате, когда он знает, что результат может случиться, но он не знает, но вообще-то как обязан стать, или чем начать, что он будет. Да, все эти вещи, вас могут показать. Собственно, сам, то, поговорим об этом, можно перейти теперь к тому, что все-таки мы добрые люди, прижимаем с нас самым другом. То есть, всегда, всегда, назнаешься в катару, проблема мастера. Вот мы всегда были, мы такие, хотим ли мы, чтобы игроки у нас трагировались, хотя мы вообще не берегу, поэтому мы пишем про этот шлем наденьте, вот. Значит, наши правила, повешивая красную плаву, если по власти не будет жестким, просто не мешать. Кто этого не любит, не мешайте. Вот. Такая практика. И вообще, значит, первая часть семинара, приятно говорить, она очень нравится, да, и что такая очевидца. Вот. Я хотел бы навестить проблему, а в первой части семинара мы как раз волшебная, какие есть способы, чтобы минимизировать вероятность того, что из врата доступна какая-то дефидота. При этом, хочу поставить следующее ограничение. Мы, Игорь Кумайской, он немножечко отвечает за то, что себя повозвучили сценаристы, но в основном это. Это не наша проблема. То есть, мы сказали человеку там, у нас будет играло про это, и на ней, возможно, вам будет неприятно. А дальше мы считаем, что с поступлениями 18 лет, человек в состоянии, сам в состоянии опасности для себя. Такая отмазка, конечно же, но все-таки наша проблема. в случае, если мы специально, это не нарушая любую технику безопасности, которые мы продолжаем есть. Но я не очень большой специалист, но такая безопасность есть, чтобы лучше бы ему не стал. Дальше способы, которые мы будем предпрощать, они должны быть достаточно дешевыми к мастерам. Мастер никогда нет свободного времени, тем более не менее. Вот. Поэтому, как просто избежать эту штуку? Дешевый способ. И в идеале, что дешевый способ может быть еще и неудовоенными значениями. Одновременно делать нашу игру выше, и лучше помогает игрокам. Вот. Тогда можно рассчитывать, будучи тех способов, они станут широко применяться. Да. По аналогии, есть американская спорная помощь. У американской спорной помощи нет мочей. Ну, то есть, если у машины, которые есть, очень это бывает врачам. Потому что врач – это очень дорого. А они решили, что его, чтобы эффективен, он будет послать туда фейшера хорошего. Ну, то есть, это другого называется. Он специалист, который как бы хорошо владеет некими простыми вещами, и там, не делает эти фильмы. А его задача – ехать. Рано будет, он перейти в ночь, уехать, и быстренько привезти. Ну, точно так же, в таком же принцип предлагаем, что, вот, у нас, так, у меня, приемки, дешевые средства, чтобы, вратительно, не время, они сейчас переезжают. и печатают. Немножко назову, чтобы ваше воображение разогрелось. Вот. И дальше, вы будете самим вызывать, и мы будем подправлять. А можно сначала вопрос у вас предыдущей части? Да, пожалуйста. Там, ты сказал, что, как бы, мастер на игре немножечко отличается за то, что происходит с другом, но, вообще-то не очень. Но, ведь это спорно весь. Потому что, есть игры, где, действительно, мастер немножечко отличается. Это, например, большие игры, где, как бы, управление мастеров в предстоящей игре это не маленько, их ставят в основном и исправляются сами. Но, есть, же, маленькие игры, где управление сюжетом мастеров довольно жестко, и, в том числе, игры, которые мы с собой, например, делали всегда, довольно жестко управлялись с сюжетом. И так всегда было понятно, что сейчас оно будет происходить с мастерами И часто оно будет с игроками, часто оно будет происходить по инициативе мастер. Да. Или, например, Часть больше, да, потому что так, действительно, они там, от них вообще больше всего заведено, чтобы приходить на игре. Да, так как бы если я, например, делал маленькую игре, то если бы делали театр, то, скорее всего, я вису очень много ответственности. Я бы, действительно, все-таки не согласился, я провел их параллельно с тем же деплонинизмом, который вполне себе драматичен. Но если заранее сейчас вы докрутили, что у нас будет про ужас или вода Ленинграда, и будет очень тяжело, и так далее, и так далее, то, блин, ну да, куча народу ломает. Блокаты, это такое... Организаторы не несут за это... Блокаты крайний элемент. Часто игроки заранее не знают о... Блокаты это плохо, да, согласен. Просто потому что это, как бы, например, часть... Я бы, я бы, я бы, посчитал, что у нас было шансово. Хорошо, я поддерживаю всем обоих. В том деле, что игра... Наверное, нельзя быть формируемым целой игрой, ты формируешься какой-то деталью. И у каждой этой детали есть инициатор. То есть игрок пошел делать фигату, он сам виноват. Мастер инициировал, ну, некий рельс, да, по которому некоторое время проехали, и если вот, вот, человек отрамнировал, как реально, я шпала, и то... Ну, вот, некоторые одежды... Однозначно, мемы... Прямо... 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 Я здесь... Да, пожалуйста. У нас, извините, мне кажется, что это... Все-таки даже не тема даже для обсуждения. Ну, как и спортивная дисциплина, например, понятно, что это протокольно прописывается. В конце концов, в борьбе оппонент обязан сделать страховку, потому что иначе будет травма. Это спокойно совершенно отслеживается. Что сделано за... Отвечаешь не по статусу, а отвечаешь по действию. Ну, как бы... Мы же отстребуем от врагов и отценив себя некого уровня знаний об этих вещах. У нас нет никакого уровня знаний. Если в логопатической борьбе, она... И много лет... В логопатической реакции, да, на действительно всем известных приложениях, то то, что происходит у нас в черепушке, мы разбираемся там 100 лет, может быть, уже 150 лет. Понимаете? Начинаем. Поэтому... На уровне того, что... Ну, все же знают, что надо вот так. Вообще нет. Да. Вообще нет, да. Так. Я хочу сказать так. Не берите на себя лишнего, да? Значит, вы не знаете, что происходит с человеком, да? И вы не можете за это отвечать. Не надо рефлексировать по этому поводу, да? Вы же не за человека отвечаете за себя. Ну, за себя? Да. Ну, ты можешь посадить себе... Ну, на совести будешь мучиться потом всем этим делом, это будет вот проблемой психотрапы твоей. Да. Я честно считаю, что наша ответственность должна быть полностью соответствовать нашему уровню полномочеки. Вот. Поэтому, да, если я осознаю, что я могу сломать человека на игре, ну, и делаю всерафон по этому, то моя ответственность велика. Да? Вероятность того, что я вот сейчас человек что-то с ним сделаю, он будет продать пять лет. Вот. Она велика, да. А если я... А если никто не мог даже знать, что это произойдет? Да. Очень маленькая вероятность. Да. 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 Здесь стоит речь нисколько по предварительной ответственности, бывает активно, что ты что сделаешь, а ответственность в том, что ты игрока вовремя не поймаешь, не выдерживаешь его. Они от них разделяют, да. Слушайте, действие и бездействие. То есть, в свою последовательность. Смотри, если ты... У большинства у людей психотравмы, в принципе, нанести очень сложно. Можно надеяться. Иначе бы они уже не дожили бы от этих самых 25-30-40 лет, 50-40 лет, которые нужны. Он убивает сразу. Да. Нет. Сейчас. Я почему это говорю? Каждый из нас был травмирован множество раз в своей жизни. Это понятно. Какие-то травмы какие-то травмы у нас были. Еще это уже зарпуцевалось, только и на стене. Вопрос в другом. Я считаю, что, на мой взгляд, все-таки правдивая эти слова в том плане, что заранее предупредить, сказать, что здесь есть вот такая опасность, если вы чувствуете в себе не предупреждать, все. Если я точно знаю, что опасность есть, то, конечно... Ну, а что она великая? Как ты говоришь? Что? Как ты говоришь, что если есть великая опасность, то великая отец она ни фига, она такая, что просто ранее предупредить. Я же могу не знать, что это есть. Сейчас дедаю. Слушай, я так понял, что нам же нужны более-менее рецепты довольно дешевые вообще. Вот один из дешевых рецептов, да, предупредите о том, что такое возможно. Это не даст нам панацея. Нет, это не панацея. В любом случае. Но одна из них еще нет. Я пока не записывал. Красный пал. Сейчас можно с чем-то цепить. Ксюша? Я хочу как бы ответить в ту в основном, потому что две-два минуты. Во-первых, конечно же, травмировать человека не очень сложно. В этих наших родовых играх. То есть есть люди, которые очень простые и, наверное, сложно. Только оливарно поговорить. Но часто на игры наиболее травматичные, на мой взгляд, маленькие всякие игры со сложными идеями, сюжетами, смыслами и прочим, аудитория этих игр в целом довольно подготовлена к тому, чтобы открыто воспринимать происходящее. И это делает автоматически ее, в принципе, травмирует. Потому что она готова воспринимать, а не просто драться на каких-нибудь штуках. То есть люди приезжают за впечатлениями, они к этим впечатлениям. Я сформулирую. Мне кажется, за правду. Да, мне тоже. Что люди приезжают за впечатлениями, а эти впечатления открыты. А вот готовы ли они к тому, что эти впечатления не всегда будут веселыми и радостными, и доставят их удовольствие, это загадка. А второй момент, это вот как раз продолжая все еще тему про предупредить. Тут есть такой риск просто, что это куча вещей, о которых ты даже заранее не предполагаешь. Что они травмирующие, что они вообще случатся. То есть ты до игры можешь предупредить о чем-то, но игра это такое действие, что от всего не застрахуешь. Если ты его не застрахуешь, то что там делаешь? Я считаю, что мы уже сказали про друг друга, добавлю еще одну вещь. Добавлю еще одну вещь, а иногда бывает такая реальная мастерская физическая дилемма. Если я предупрежу, то это испортит и сюрприз. Да. Сюрприз это всегда травма. Это испортит впечатлениями. Да. Игроки делают впечатлениями, а сюрпризы портят симметичные. Давайте разделять некой агрессивный. Я хотел вас призвать к ответственности не перед индивидуальностью, а перед популяцией. Выступая с позиции социалнохренизма, я скажу так, что если наши ролевые игры наносят психотравмы даже в нашем отслопленном варианте, то такая успеха растворяться не должна. Вспоминая символиллион экстрим, я как бы помню, какой тон стоял по этому поводу и какие были написаны диссертации, но как бы вот у меня было жесткое желание, мужики, вас надо немедленно в армию. И как бы я считаю, что как бы вышибание вот таких вот личностей, если они пять лет после этого плачут, ну в принципе это тоже не плохо. Дать слава, он сознательно как бы обостряет, я даже сознательно предвижу Дать славу, в смысле, что тоже сельмариненовый стрим, хотя хотелось очень много зла конкретным людям, но при этом, не надо. Мои кишки, да, как говорим, как говорится именно апостол Пятов, по-моему, да, значит, братья мои с великой радостью воспринимаете, когда попадаете в различные искушения. Вот, а через две тысячи лет, когда вечнее, он формулировал, что он смел, бывает, делает нас сильнее, потому что убивает, немножечко убивает. Поэтому, если вы сами что-то случилось, и вам удалось с этим справиться, и вы стали сильнее, вот сельмариненовый стрим, он причинен конкретным людям, очень будут боли, которые я еще потратил на них потихологу потом. А сообщество, в целом, реально очень сильно упоролз с проблемой, и я считаю, что мы стали лучше, как сообщество, и сильнее после сильного революционного стрима. После конкретных тех проблем, которые вы ремонтаете там. Причем, одну мелочь, одну мелочь я хотел сказать. Да, спасибо. Вот несколько раз просто повторяю смысл, что вот есть такие вот тупые, которые вот только аллигварды, вот это самая опасная психотравма, как ни парадоксально. Это предложат водки, отрымевшая песок. Сентимент, человек, конституционно глубокий, при этом банальности, вот его можно задеть очень жестко, а поскольку он психологически реально стойкий, надо оставить себе, он заживется, зато идет. Это самая опасная психотравма, пожалуй. Вот не девочка-светочка, а именно тяжелый, страшный мужик. Да, не просто недооценивать даже, что он его не уязвит, в том числе, в техническом смысле, это иностранство. Так, давайте мы с такой ответственностью. У меня вопрос по регламенту, так говоря. У нас сейчас цель наказать какие-то возможные варианты смельчения, предотвращения и так далее, или нет? Я пока не дал. То есть пока эти семинары что-то дальше обсудим? Ну давайте дальше поговорим. В общем, скоро мы будем это делать, обсуждать, да. Сейчас я еще пять минут говорю, понимаете. Потом мы все поговорим. Я просто хотел сказать еще, что некоторые способы, да, они не работают. Или работают плохо. Например, вот на двух семинарах на регламе люди, которые, значит, там были игры и сигнары, противные специалисты, которые работают в психологии, которые там закончили такой бус, они говорят, ну надо же посадить психолога на игру, чтобы он оказывал там скорую психологическую помощь. Нет, не надо. Вот. Это как, примерно, я заработал там миллиард рублей. Такой, чуваки, я сейчас буду помогать нуждающимся. Знаете, мне будет очень приятного? Не потому что, как говорите, слово «ча», а потому что у нас в стране просто очень много нуждающихся. А у нас в жизни, как бы, очень много, как бы, психически, так, нервных людей, нормальных жизней. Ну, как бы, нормальных жизней сейчас организм есть такая. У всех тяжелых больных. Вот, да. Да. И поэтому, куда-то сыграть психолога, может быть, все полезно, но гораздо больше пользы это привезет мне на ролевую брия, на ролевую брия. Мне поможет. Вот я приезжаю, как бы, я вижу, например, игра психолога, и то, и другое, для меня очень нужный психолог, да, скорее даже нет, потому что где я вообще не бесплатно? Я, скорее всего, просто просто так, вот, бегу психолога. Ну, это шутка. Нет. Это не рациональное, это не рациональное основание этого человека. Но я начинал надеяться, вам можно подтвердить, и люди, которые в 90-е это делали, подтвердят, что когда музыка помогал тогдашним мастерам, они сажали, значит, психолога на мастер, или недалеко от него, задавали ему все условия, и люди... Ну, и, короче, это место быстро стало называться психоотстойниками, не потому что все эфиоты, а потому что вокруг этих игр, и вокруг конкретно вот этого психолога стали кучковаться люди, в сторону которых нормальному чуваку и ходить так было зашкланы. Просто у них есть травмы какие-то все. В самом деле, они реально... Они реально... Энергует... Эти люди как бы реально нуждались вообще. Мы думали, это специалист, мы хотели хорошего для себя. Я не осуждаю. Просто это как бы... Этот человек не нужен нам любой. Он портит его игру. Он оздоровляет психический климат. Любой психолог, который такой, значит, с табличкой «Свободный психолог», он оздоровляет общество. И в маире его верим, и место, потому что, наверное, люди не зря этого не только один. Вот. Этот способ не работает. Предупреждаю об этом. Сейчас я еще один, скажем, не рабочий способ, а потом скажу рабочий способ. Один из. Это один из. Вот. Я же говорю, что я тут расскажу вам, которые... Это правда. Это уже пару способов, которые я сам люблю. Вот. Еще есть такие хорошие советы. Повышайте свою осознанность. Да? Старайтесь сбегать ситуации, которые могут вас психо-тражировать. И вот это вот все. Это очень хороший совет. Его еще не длинный аристотель. Да? Который говорил, познай себя. Тот факт, что его еще не длинный аристотель, и до сих пор кажется не работает, только для того, что совет кажется непрактичным. Тот факт. То есть мы его тоже не будем писать. То есть не писать, что мы ждем на нашу игру, как бы только психологически устойчивого здоровья людей, которых мы ни в коем случае не отмениваем. А что я вытащил из людей, да? Общаясь с людьми не на этих семинарах, и с обычными психологами, чтобы смотреть, во-первых, есть такой отличный способ? Есть такой отличный способ? А может быть мы сразу будем для истории фиксировать способ и его плюсы и минусы? Способ плюсов и минусы. Ну вот у нас есть способ, красный флаг. У него есть очевидные плюсы, он не стоит ничего, но у него же есть и минусы. Хорошо. Плюсы он дешевый, да? Да. Хорошо. А какие минусы? Какие у него плюсы? Хорошо. Кто знает? А, нет. Плюсы у него и минусы. Я в минусы, можно справиться? Да. Какие минусы? Вот. Проблема, мне кажется, в том, что мы не знаем, где граница между переживанием и психотравлением, потому что это все очень субъективно. То, что для меня сильнейшее оскорбление, для людей и словам, что это вообще ерунда. Каждый день с таким встречается. И поэтому, когда мы встречаем, когда мастера пишут на сайте у себя, в нашей игре вас могут унизить, или еще как-нибудь это заболевают, в нашей игре вы можете испытать дискомфорт. Ну, где я не могу испытать дискомфорт? Человек просто это никакой информации не дает, и... И он маленькая эффективность, в общем-то. Но, с другой стороны, если он вообще дешевый и малая и маленькая эффективность, то он хороший. Я бы сказал, что он бесплатный, не дешевый. Бесплатный, да, бесплатный. Да, бесплатный. У него есть одно огромное достоинство, это снятие ответственности. Да. То есть, если ты берешь журнал и заставляешь каждого игрока списаться под бумагой, здесь вам может быть плохо, то после этого, если он там в крыбе похож, вы предъявляете журнал и говорите, извините. Это очень хороший способ. Я как мастер полностью поддерживаю его. Я... Это как бы... Немножко... Я по минусу хочу сказать. Это немножко в... в сторону маленькой эффективности, но это с другой стороны немножко. Я вот вспоминаю прошлогодние разборки вокруг игры сами, в которых было очень много красных слайдов, но они вообще не работали. Просто потому, что красные слайги, очень субъективные. Мастера пишут о том, что кажется им потенциально травмирующим на этой игре. А игроки потом нашли 250 мест совершенно других, которые мастерам вообще не казались проблемами. Ну да, не те файлы. Или там... Я подумал, что, если мы, значит, таким образом пытаемся подостеречь через чур, значит, там, как это... Чувствительных людей не приезжать там на игру, то, во-первых, это значит, что у нас на ней будет меньше людей. Да вот. И больше будет баллов, да? Значит, вот таких. Да вот. А... Цель на деревянных людей. Да, да, да. Вот. И второй вопрос, а нужны ли нам тогда вот эти красные флаги, если мы делали тут баллов? Это правда. То есть, какая цель делать какие-то, не знаю, психологические штуки для психологических людей? А я предлагаю писать компактные. Мы сейчас много пропишем. А мы будем перевернуть. А, нет, не можем, да? Я ушел. Назаримал. Я буду компактен, да. Если у нас на игре есть специалист, который владеет либо психологическими, либо наоборот, методами, собственно, нанесения психологической травмы. Это банальный гопник. Классифицированный гопник, который действительно умеет работать с мясом. Там, куда Эдуард... Ты про травму или про извлекательную травму? Да. Про то красный флаг станет то красный флаг, марка красный флаг, который у нас в противостоянии... Он привлекает гопников? Да. Я просто позволю себе с огромным извинения даже привести пример. Вот та история с, дай бог памяти, Мартиновка, где вот длинный скандал, когда женщины стартов, которые перехватили на пляжу, там спорная ситуация, сломанный медальонок, и хай, потом долго тянувшись, поскольку команда, которая сыграла эту ситуацию, была откровенной гопатойки, я в этом не могу и вижденно оставить эту пляжу, старая история, то они, когда была дана пашка красный флаг, использовали этот красный флаг как способ дальнейшего давления. не я, а ты за сам это тем, кто вокруг тебя давно. Я напишу, я напишу, я напишу, я напишу, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, что это провоцирует людей делать то, что написано в флагах, вот так, если мастер планирует сделать это как-то все-таки более-менее дозированно и узнает, как это будет делать, то игрок, который приехал именно за этим, он будет делать с плечами. окей, что-то прям хуже хуже красный флаг, хуже красный флаг, но все еще бесплатно. Все это забесплатно. Ну вот, ладно, теперь давайте я вижу такую штуку, есть такая очень крутая штука, которая реально работает. Значит, и она двойного значения. Значит, норатива. Да. Когда персонаж вспоминает свою, значит, он хочет какую-то историю на игре прожить, да, воспринимает жизнь своей персонажей, но как некую историю. Вот. Очень часто, особенно в случае, когда с ним происходят какие-то бессмысленные, страшные вещи, например, внезапная смерть, когда он там прямо ам. Вот. Это воспринимается им очень тяжело. Никаком. И иногда от этого убывает психотрафт. Мы знаем, что это было. И умные люди давно сказали такую штуку, что ему надо историю ему логично завершать. Для этого, как правило, используется с точки. Игровой препятник. Вот. Довольно простые, значит, средства, которые позволяют создать незавершённую историю персонажа, показать ему, что все его страдания были напрасны, все его усилия всё-таки к чему-то привели. Вот. И люди одно-другое реально как раз более счастливые, чем помощи. А пиши внизу. А вот вверх. Это улучшает игру и помогает летел. Ну, как ты называешь завершение? Завершение истории персонажа. А можно пример как 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 там людей провоцировали осмыслить и написать то, что с ним было. Я помню, они писали о прошлом. ничего не это не было. Это какое-то сие не завершало. То есть завершение истории. не меня. Я считаю, что это тоже правда. Потому что у меня рассказы о том, что идея такая. Завершение истории в каком смысле завершение истории то, что я говорю, показать человеку, что его страдания были напрасны, а его усилия были куда-то. в чем-то. Да? То есть не все его усилия, но его жизнь имела смысл. История. Жизнь персонажа имела смысл. А на умирительную сомнение был такой ты приходил, тебе задавали много вопросов, ты выговаривался. Я не уверена, что процесс просто выговаривания это завершение истории персонажа. Это какой-то попускай. Ладно. Я могу сказать, когда... Слушай, для меня это было завершение истории. Я умирал, но мне это было завершение истории. Я могу сказать, что мы так делаем на игре последнего союза, в смысле, которая прошла вот я, а не там, которая и случилась. Но, ну, просто надели жизнь, делали так. Значит, поскольку у нас там люди убирают много, в конце, в конце. Значит, ну, у нас не было специальных средств, чтобы их лично как-нибудь историю решать. Хотя, конечно, мы, мы, мы слушали в игре, они там записывали самую важную, специальную книгу, которая, в общем, их побуждала это все действие. То есть, скакан было устроено достаточно. Были три вещи, которые помогали в этих вещах. Медрог немножечко рассказывал о том, что там как он был, но, вернее, как он был, его просили, как бы, объяснить некий вид о своей жизни и записать в эту заднюю книжечку, такую красивую, вот, а еще, после того, он это делал, в соответствии с тем, что он говорит, делал, проводил японикой картинные галереи. Значит, в картинной галереи были сначала красивые картины, изображающие сцены прошлого, которые к нему, ну, к нему относятся, или там, к его народу. Затем там были выведены, например, фотографии силы, где он там узнавал знакомые лица, значит, знакомые персонажи, которые он начаствовал, а затем там были картинные изображавшие сцены будущего, поскольку не бывает атаков, ну, все знают, что случится. и он, как бы, ощущал свою историю, логически включенную, в такую большую, красивую историю, которую он читал слишком, будучи его будущим графом. И, значит, понимал, что он приходит немного человеком, участкового непосредственного союза, если даже убили в самом начале, он уже себя участвовал, вот там, в обеде, в северном, в северном спальне, без кольца, и там, в родном конце, вот, он еще ощущал, что, как бы, его жизнь приобретает смысл. Важная вещь, да, как бы, есть целое направление психотерапии, которая среди штатерапии, она вот об этом, что в том числе, сейчас, вот, вот такая вещь. Да, это похоже. Да, это штука твоего назначения, ну, плюс у меня, как я писал, может, какие-нибудь, я не знаю, она довольно подоемка. Она довольно подоемка, она едет шоу, а сейчас, какое-то мероприятие, это как бы, нужен бактайник, может бактайник, ну, или что-то похожее на бактайник, потому что, вот, ну, на дороге, например, у нас не было бактайника, ну, ну, в смысле, у нас было шоковое, и, кстати, кое-кого даже слегка тренировало. Фиг. Еще. Вот, плюсы работают. Ну, работают на игру. Я хотел сказать, что, по поводу работы, если персонажа постигла случайность, персонаж прекрасно осведомлен, что она случайная, ну, там, разбойник на дороге и так далее, который он связан никак с его действием, то завершенную историю достаточно сложно сделать. То есть, то, что он пойдет в предприятник, он сделал свое дело, он вложился в историю, вот там что-то, сыграл вот одно, он, конечно, там, и так, он будет сформироваться. Но, то, что он выдаст завершенную историю в результате случайной смерти, вред. Хотя, игрок знает, что может быть случайной смертью, и персонаж знает, что может случайной смертью быть, и это в данном мире может быть весьма естественно. Смотрите, она не будет, история полностью завершена. те планы, которые этот игрок персонаж, точнее, играл, они покажутся в нем, ну, их, они не будут выполнены. Или будут выполнены, но не им. Но, если я узнаю, что они будут выполнены, но не им, крайне сложно добежать до вертельника, и писать об этом бомбашку, и писать, как бы, вот, придет Вася, это очень сложно, как естественно. Поэтому, скорее, мы не до конца завершим эту историю. Но, в какой степени она должна завершиться, в какой степени это помочь завершиться, и сейчас шанс, а потом сова, и все, что и все. Я вживую видел прямо противоположное применение этого метода. Ты видел или что? Прямо вживую видел, когда эта же технология использовалась прямо на обороте. Можно объяснять. Это сделал Константин Левьянович, а сейчас молот прекрасно совершенно. когда на Времени Звездюлей, при штурме Хрингхолла, Андже и Санаха, ну вот, верхушка, ушла все-таки за цикл, вырвались, и вот эта заявка, что, а мы можем ушли, и так по делам. Ну, ребята, ваш корабль, давно вы про вас все забыли. Можно использовать наоборот. Это раз. Второе. Это весь по большому счету называется спойлером. И, как таковая, мне кажется, это все доиграет недоигранный футбол, это счет заранее. Это счет футбольного матча заранее. Мне кажется, есть это угроза. И угроза, вот такое угрозное применение, и угроза спойлера. Угроза, это отличный способ обесценить все, что человек сделан на игре. Конечно же, если я хочу человека, если я могу накрутить ворду, грязь, это делать очень удобно, он же даже не придет и подносится. Ну, конечно же, я перехожу из того, что мастер по натуре добрый, выживает плохого, выживает за очень хорошую игру. Вот. Поэтому, да, ты прав. Мы не будем так делать совсем. Все уши. Андрей? Я сама. Я просто хочу сказать, что очевидно, что это способный контроль бог другого. Не минусы, просто у него есть как бы очевидное ограничение. Он, например, хорошо применен на игры, где, типа толкина, где, а, заранее известно, что будет через три тысячи лет, то есть, есть непосплетенность любого кусочка в общую историю, и, б, есть, ну, как это, пве. Да. То есть, где игроки против, там, игротехников, или, там, и так далее. Потому что, тут понятно, что, если у тебя на игре пвп, и ты не знаешь, чем у тебя закончится игра, то, в мертель таки, показывать персонажу, убитому на войне, светлое будущее, это немного странновато. Потому что, а, во-первых, он может и не наступить, а другие чуваки, реально, могут обидеться. Мне кажется, это похоже на то, что прошлое не должно вырешаться, но это просто ограничение, надо его понимать. Значит, создавайте таксование, слава, дорого, но если вы хотите, есть какой-то хороший способ, если вы увидите, что две руки уже подняты, то вы увидите три пальца, что вы трите, потом четыре пальца, тогда я буду всех замечать, как я рисую. Хорошо. Мы исходим с этим методом из того, что людей в смерти травмируют только незавершённые истории, а их могут расстраивать совершенно другие вещи. То есть, они могут погибнуть с совершенно завершённой историей и с мыслью, ну, кто умер, тот плох. Моя. Вот он полностью завершил, но, ну, как бы, прииграл с его точки зрения. У меня такое ощущение. Это ему твоя история цельна. Он такой, я знаю, что моя история цельна. Я полный дебил. Ему живое это не работает. Когда я говорю о завершённую историю, я ещё раз описываю, в каком смысле она не завершена. А смысл не завершена? Его страдания были не совсем напрасны, его усилия были не совсем исходны. Я, оказывается, не совсем проиграл. То есть, да, я не выполнил прямо то, чего я стрелился, бежа, и гребя последний день, и куда-сюда. Вот этого я и не сделал. Но, как бы, очень часто игрок в последние события генерализуют на всю свою жизнь, да, что, ой, я неудачник, вообще ничего не получилось. И вот тут хорошо показать ему, что, ну, не совсем, чего тут таки вести в жизнь, по маленькой игре, там, чё. Восемь, да. Восемь, да. Восемь, да. Восемь не работает. Опять с вами. Ну, значит, я хочу сказать так, что, завершение истории персонажа, которое записано в книжечку, это, конечно же, не психометод, а нарративная гигиена. Да. То есть, как бы, мы должны завершить историю для себя. Этот преобретателем является, конечно же, мастер, и те, кто будут потом на золотом кубе читать эти материалы. А вот это игру, конечно. Значит, а для того, чтобы, значит, игрока как-то удержать, его подсовывают в классную группу, которая, наверное, называется play to lose. Да. Вот ты, если ты неудачник, то ты зато послужил навозом для истории, да? То есть, вот как бы, вот твоя великая Россия. Да. И это, на самом деле, прекрасно работает, когда тебе объясняют, что ты был, вот твой play to lose, то, что ты был, прославился, как самый неудачник, король, который погиб в сортире, да? Войдет в великую историю, и об этом будут помнить века. 25 лет помнят о том, как Россия погиб в сортире. Да. 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 Ну, попробовал. Ну, на самом деле, кстати, я не понял, что я хочу почитать, по поводу того, что сказал Ксенято, более трудоемкий, но при этом более эффективный способ для тех случаев, когда у нас не было на будущее, и ровно, то, что, то к ним будет будущее отслеживается мастерами, и формируется в реальном времени по результатам действий игроков. Это геморрой был очень, но это дает, может дать хорошую реализацию очень сильно. мы можем с помощью мета гейминга менять перспективу осмысления, то есть, с точки зрения персонажа, с точки зрения даже экранного мира, там, он именно, где у вас на героне, где у вас. у нас есть плюс. Хорошо, да. Тем более, что куфлейкум, как метод? В смысле, внедрять игрокам заранее эту концепцию в голову? Да. О том, что вы можете проиграть, проиграть, но это хорошо. Я вам сейчас, если вы маленькие игры на две минуты, я скажу, про сокращение, как бы, бвп. Ора вчера, вчера подошла, значит, к стене, где написаны игры, элиминированные на, значит, золотой губ, и, после чего она пошла пить кофе и сказала, блин, а вы что свежедшие? Так вот, на какую-то икру написано, игра была отличная, и постоянно, что было по полке, там было бвп, русские буквы. Я такой, Ворон, ну, да, я эту игру даже делал, там было бвп. Ворон сказал, да, и выяснилось, что она бвп, перевела как, да, бвп, что означает, форму, да, вязал в плот, то есть, партура, без сюжета. Всегда оставьте нормальные, оставьте нормальные губники. Это не стим, максикон, да. Боже, господи, я знаю, теперь вот эта граница между двойкой и тройкой приотвечена на экзамене. Какие же, по-моему, родом, зачетно? А вот, то есть, этот грамм, я вообще сильно покажу. А католический? Да, еще нет? Да, еще есть методы, которые мне уже сказали другие психологи, какие сложные, нарративные, как бы, первое, что сказал мне все психологи, еда и отдых. Нормально. Нормально. Вот. Баня еще. Если есть баня, у нас... Да. Еда и отдых. Будем честны, многие из нас, в том числе я, очень любят в помощи усталости и голода и вести человека в слегка измененное состояние сознания, потому что в таком виде он такой податливый, классический, и там он, где-то в голод залезет. Но это состояние чревато тем, что он травмируется гораздо легче. Поэтому, если человек что-то плохое пережил, аст, и как бы... То у него же есть естественный психический процесс, как бы, какой-то переработки впечатления. Если он успел переработать, то даже травма не произошла. В этот порядок можно помочь. Покалишь его, дав ему отдохнуть, а еще дав ему роскошное человеческое общение. Но вот этот человеческое общение было такое средство, потому что не стреляет в него. Это... очень дорогой способ. Самое дорогое, что есть на ролюбик леди, секунды противского времени. Вот. Этого недоверного не написал, а в моем учреждении вообще нет. Это недоверный способ. Ну, то есть, если он, если дать, если как бы пообщается с кем-то, не мастер, ему это поможет. Но поскольку у нас всегда проблем мастера, то он недоверного хватает. Ну, то есть, можно сделать место, где его бьет, на его горячем щеку. Ну, то есть, это не совсем бесплатно, чтобы от целого человека поставить, чтобы получать дело. Вот. Но, вроде как, помогает это делать. Ну, и вообще комфорт. Да, физический комфорт. Ваня, душ. Ваня, да. Ваня, да. Слушайте, душ. Ну, Ваня, душ, это дорогая. Да, хорошего. Ну, вообще, не обнимашки, это вот то, что, как бы, хороший способ, он помогает, но не работает. Мне кажется, что Ваня дорогая, это вот здесь, надо понимать, в том ключе, что чем у тебя больше игра в травмирующей, в смысле, дискомфорта, усталости, и у тебя, сплошная война и нет времени на еду, тем больше ресурсов надо иметь на то, чтобы в конце всё действительно дать по-нормальному. Что, если у тебя такая игра не травмирующая, можно просто поставить чашку и положить все хлебушек. А если у тебя, правда, драма, и ты ждёшь, что там все у тебя игроки переедутся катком асфальтовкладочный, то имеет смысл выделить ресурсы на то, чтобы пить в конце. Но это туда же, это не новый способ. Нет, я просто разделил, может быть, это вот дешёвый способ, да. Это дешево. А вы там же сами например там в конце устроены на пикерсах, а там можно вообще бесплатно ванять? Тихо? Обнимаешься? Он может бесплатно. Общение? Бесплатно ванять? Короче, вот тот коммерческий душ, который приезжает на игру, как ты рядом с ним ставишь, то, что ему надо будет потратить с ним за 100 рублей, как бы ему не приезжёт в этот момент вообще. потому что именно в этот момент ему наиболее как полный, куда сказать. Я знаю только один душ на ролевую игре и сход по тортам. Нет, нет, нет. Есть организация, которая приезжает на игры с игроками и на игроках маленькие деньги. От 100 до 200 рублей это стоит за помощь. Они приезжают к тебе бесплатно, тебе это бесплатно, а если ещё можно из них и деньги брать, тогда это стоит игроку 200. Вот если ты с ним берешь. Коммерческий душ. Да. Вот если он стоит рядом с мертвиком, это кто-то открывал мертвяк, самое удобное время сходить в душу. Душ можно коммерческий? Ну да, да. Это может быть со слоном договориться и бесплатно. Нет, понятно. Но если он коммерческий, то тогда мастеру абсолютно бесплатен как поведение. Ну и понятно, да. Просто есть разные там вот такие вещи, которые готовы. Сейчас. Подождите. Посмотрим. У нас везде осталось. А, ну есть, собственно, есть способ, который все психологи говорят, потому что применяется в психодраме. Это постоянно там шеринг и рефлексии. Но нужно понять, что это способ не самый простой, достаточно дорогой, хотя его польза в том, что он тоже работает на игру. А что это такое? Шеринг от слова share. Да, я понимаю. Я не понимаю. А, для каких-то друг с другом. А, для каких-то друг с другом? Ну, то есть, психодрама. Это такая маленькая ролевая игра, но как бы, ну там, сделанная специально. Вот. И в конце июля, вы знаете, у меня процедура шеринг. Я рассказывал друг другу про себя, психолог это модерирует, как бы, и, соответственно, со своими цепями что-то что-то делает. Вот. Шеринг, рефлексии всякие. То, что, честно, это парады, это у нас для решающих. В целом, как бы, парады, после игровой поведелки, это все наши маленькие формы вот этого всего. Парады, поведелки. Вот. Ну, есть еще такой способ, который... Можно минус этого способа сказать? Да, давай. Да. Да. По крайней мере, что касается шеринг-рефлексии, психозральный он используется, потому что, ну, там ситуация такая, что все люди находились в одной ситуации, и потом они это обсуждают. Это нормально. Да. У нас сейчас, в большинстве случаев, встречаются люди, бывшие в разных совершенных местах, в разных ситуациях, в разных ситуациях, в умерших при разных обстоятельствах, каждый из которых переполняет желание рассказать свою историю. И мне кажется, что вот прямо, непосредственно, сразу после, там, вот так, после того, как они умерли, импортсвятники, вот такие разговоры, они обычно выглядят нелепо, потому что они друг другу перебивают, не слушают, и мне все равно выручено. Да, это правда. Так и есть. Поэтому для образования у псов нужны отдельные. Да. Да, например. Вот. А плюс, они все работают на игру. Да. Есть еще один способ, который последний. Мы его, собственно, все применяем, может быть, даже мы его установили. как бы, это финальная битва в конце игры. Когда у человека накапливается, да, он сбрасывает, очень много, финальный битв. Плюсы очевидны, минусы очевидны. Ну, можно сказать, какие-нибудь минусы. А то есть, я проиграл в финальной битве, я раскрою. Да, это минус. Да, если проиграл. Поэтому, да. я правильно понимаю, что финальная битва, это, в общем случае, большая сюжетная точка какая-то. Общая сюжетная точка. это просто очень ограниченный какой-то способ. Он на телефоне везде применит. Да, я не люблю большие финальные битвы, очень часто, потому что, мне это вообще-то, как бы, если я все правильно, как мастер сделал, то мне не нужно, чтобы, по-моему, с этажом напряжением. Потому что, он потом его соблюдал в песнях, там, в отчетах, воспоминаниях, и вот это вот все. А вообще, часто финальная битва портит, и все это. Да? Ну, если все плохо, то, наверное, с этажом будет полезна эта мишина. Вот. Все, теперь я закончил, и мы можем выкидывать новые. Вильгин, вот ты только что озвучил, почему вот это все, то, что оно обсуждается, вредно. Да. Потому что оно все избрано. Все это вредно, потому что оно уже не полезно от людей. Вот шерек, например, правильно проведенный, да, то есть, когда люди обсуждают между другом что-то, то это как раз не вредно. Они не сбрасывают, они просто это обсуждают на диалоге. Для некоторых людей это может быть вредно, которые, ну, инфроверты, любят внутри себя смотреть, и так далее, как бы, но обычно таким людям, такие люди обычно знают, что им не интересно тратить после игры, а интересно, потом делать. Ну просто смотри, тема такая, ролевые игры придуманы для того, чтобы сублимировать впечатления, которых не хватает в реальной жизни. Вот сейчас вот этим вот обсуждением приводит к тому, каким образом эти впечатления уменьшить, каким образом ухудшить. может переживать нервы. Нет, нет, нет. Вот это, в основном, это способ переработки этих впечатлений в что-то полезное. То есть мы впечатления, мы перерабатываем потом в то, что обычно называется ум. Вот. А можем даже что-то больше переработать, в морские капитали переработать. Вот. И если это такое происходит, то это полностью хорошо. А если вы тут сбрасывали напряжение, как финальная битва, то давай. Ну, кстати, как хорошо. Я про Новосторск. Ты тоже? У меня первый футболный палец. Нет. Это работает только с трех пальцев. Нет, с одного пальца. Вот. Нет. На самом деле, смотри, по поводу возможного метода, причем я не видел, чтобы это применяли именно осознанные массовые, видел какие-то какие-то совершенно случайные поступающие случаи. Вот. То есть, где-то не на той вине, или как систему. Может быть, вариант как механизма выхода из мертвя, не выхода из мертвяника, а влияние того, что человек, умерев, мог дальше повлиять на игру. В отдельных случаях какое-то упускание призрака будет. Вот так вот это не бывает. То есть, ты потом можешь повлиять на игру напрямую. Не конец влияния после смерти на обратную связь. То есть, имеешься в какие-то старые роли? Не за старые роли, в том-то и дело. Именно напрямую или я не на игру, то с памятью того же персонажа. Призыв. Самый простой призыв. Призыв. Призыв персонажа, который попадали обратно в игру. Либо, если это смысленно, ну, логично в данном мире, там, человек выходит, у него что-то многое потеряно, там, потеряно большая часть памяти, например, нет каких-то частей. Вот Дед Слава привел, кстати, реальный пример. На 905 был механизм, когда после смерти можно было написать письмо, которое как бы наплодит, и ты его как раз написал, то, видимо, да. Да. Из этой же серии, кстати, да. Еще. Ксюша, давайте. Да. Я хочу сказать много слов за защиту нелюбимого тобой метода под названием живое человеческое общение. Я на собственном опыте убеждена, что в определенных ситуациях, а именно когда наступает у человека в конце игры смерть, что является осадой травмирующим, как бы, на мой взгляд, фактором наигр для нас часто, ну, массовым. А когда у человека наступает случайная смерть, после которой у него остается какой-то нерастраченный объем переживаний и мыслей, которые он не успел реализовать и так далее, ему жизненно необходимо живое человеческое общение. Если бы, после того, как я 4 года на попульских сезонах играла одного персонажа, и когда меня убили, я рыдала 8 часов непрерывно, пока с вами просто не поговорили, час, и это по довольно неплохой схеме, там было предприятие, с кучей разговоров, он просто реально прям за час поставил меня прям в ногу. И это, на мой взгляд, очень необходимо, когда у тебя там переполняют всякие разочарования, расстройства, ты понимаешь, что ты ничего там не сделал, чтобы все наши победили, как бы там было, а просто как бы вот все, тебе надо это выговорить. Минус этого способа понятия, что нужен специальный человек, который будет этим заниматься. Ну, это как бы... Ну да, ну вот я вот отдельно написал. Ты можешь в минусе написать. Да, в минусе нужен человек. А плюс это, на мой взгляд, он реально работает. Просто дорого. Ну, достаточно дорого с точки зрения твоего опыта. Но, может быть, это надо применять выборочно. То есть, если ты видишь, что человек в раздрайве, то, ну, так обычно и делают. Ты сидишь, что человек в раздрайве, надо применять. Не надо. Пусть просто чай пьет. Да. Я даже тоже это делаю регулярно, потому что человек в раздрайве. И, как правило, я даже по-человечески не жалею, а мастер, конечно, жалею. Всегда. Что? Я время потерял. Нет. Для этого нужен просто отдельный человек. Не так ценен, как ты мастер, а просто возьми своего друга, позови ему на игру, который эмбат. Ну, можно нормально отговаривать. А я профессионал. И пусть тебя помогает. В общем-то, я хотел сказать, что отдельный человек, то есть, если ты, наверное, считаешь, что этот принцип будет делать какой-то мастер, то дай этого времени безумно дефицит. Наверное, специальный человек. Да. Только я пусть будет таять этого человека. Туда самая деться попал. Хочу сказать, все-таки боишься, что они сбросят все впечатления, а сбрасывают сначала, наверное, самое тяжелое. А двое может быть избыток, да? Не знаю, сбрасывают то, что могут. Я не знаю. Я не знаю, зачем сбрасывают. Я не знаю, что сбрасывают. что сбрасывают. Я хочу внести то, что абсолютно точно работает, да, и было на практике, правда, связанное с живыми переживаниями, которые в тысячи раз сильнее, чем вот это вот все, там, всякие несчастные любовь, попытки суицида и прочее. на то, что мы его в практике. Значит, служба эвакуации. Проблемного игрока неадекватов у нас примерно полпроцента. Ну, то есть, по моей долгой статистике, участие во всяком службе эвакуации. То есть, просто инвестиция, да? Да, пинками под... Либо пинками под зад, в зависимости от... Либо... А те, кто унижается... Нет, это когда миши, которые реально работают, то есть, ты берешь скучу их чувака, как бы, вместе с мельником, ты везешь его в большинство. Да, мы говорим не про методы работы с неадекватными, а про методы работы с травмой у грохана и игре. Вот у него такая травма, а ты не боишься, что он не предотвращает эту травму. Вот приезжает человек, про которого я точно знаю, что он любит вот жрать, сотни. И угроза пинками под жопу с полигона, она тоже прекрасно работает. Работает для чего? Работает, что она делает? Она, как бы, она этого человека выходит из этого состояния, в руку. Да. Как? Очень просто. Ты сейчас заигрался, да, и как бы тебя возвращает реальную жизнь. Ты из этого, как его, из Бёрдовского, или Бёрдовского ребенка из позиции взрослого, ты заигрался. Ну-ка, давай сейчас... собери сняпка, да, я думаю, что... Поскольку существует такая вещь, как демонстративное взаимоведение, да, и человек с демонстративным взведением, несмотря на это, может, действительно, попрестить. Но, да, это за рамками данного психотравмы. Не, смотри, когда у человека истероидная ситуация, да, то, как бы, его, действительно, можно сказать, восстановить. Ну, понятно, это тоже надо ввести, но это, как бы, не разговор про психотравмы. Ну, Ксюш, Ксюш, ну, вот, как бы, дать вовремя ввести, это тоже работа ключей. Это профилактика психотравмы. Теперь, конечно, говорит отец, но Леша... Это не работа, Ксюша, это не работа психотравмы, это профилактика психотравмы. Я, я, я написал, когда эвакуация или угроза поведения воды. Ну, скажем, у меня там мягко, кстати, со мной. Так, как там, вчера, вот, все, кончилось время, последнее, с работающим способом, и, и все, если у кого есть, если нет, то есть, алкоголь. А, да, алкоголь. А, алкоголь. Это способ, который все специалисты называют неработающим, я с ними не согласен. Я согласен. Особенно в сочетании с живым человеческим общением. Да. Смотрите, проблема алкоголя заключается в том, что учись химически, он вообще-то, как бы, он депрессант. то есть, в ситуации, когда человеку нужно поделиться своей болью, он вообще-то не дает ему это делать, чисто химически. Это то, что психологи говорят. Я не вижу основания им не верить. Но, это очень легкий доступный наркотик, и чисто культурально. У нас есть огромные культурные заработки с алкоголем, которые говорят, вы его поделись. то есть, он георически мешает поделиться приезжаемыми, а официально помогает им. Вот. Поэтому, я не знаю, что лучше. Я считаю, что если вы знаете, что вы, ну, это такой, это совет, который я не люблю, но если вы умеете бить, бухать, не умеете, не бухать, то есть, если вы это узнаете, возможно, у вас будут несколько прикольных проблем. Самый предыдущий пункт. О которых вы потом будете рассказывать про вас, не рассказывать, а наиболее неправильно. Вот. Всё. Спасибо. Я рада с вас поместил, и вам было полезно. Я этим пытаюсь, чтобы потом дать, если вы уже на тот же раз, чем вы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.